Так, у нас повар. Вы были всего лишь один раз. Еще на газетном. Скажите, что у вас болело? Это микрофон, чтобы не слышно было. Что у вас болело на тот момент и что перестало? Сильно болела поясница. Сейчас прям все здорово с поясницей. Проблема шейных обросов, там грыжа и сильные головные боли. Причем как-то левая сторона больше болит. Что кашленок даже больно. Сейчас болит? Да. Болит голова? Шея болит? Ну, как-то нет. Начинают давить тут, начинают там болеть. Придавливают. А если не придавливают? Ну, так. Вроде поворачиваю головой. Нет, не больно. А вот сильнее можете поворачивать головой или нет? Это все? Да. Так, шею сделаем в идеал. Сейчас был перед вами человек. У него тоже шея вообще не поворачивалась. Сейчас он уже крутится. Видели, да, перед вами был человек? Да. С того раза поясница так и не болела? Нет. А болела сильно? Болела сильно. То есть вы были один раз всего? Не согнуться, не разогнуться. Значит, уважаемые пациенты, у нас повар просто на корабле, да? Вы не можете приезжать чаще. Не берите пример с повара, а чаще надо являться. Даже если проходит. Проходит моментально, у нас быстро проходит. Да. Но, чтобы были профилактики, понимаете, в чем дело. Да. Ага. Ну, снимайте маечку беленькую, ложите вон на стульчик, пожалуйста. Сейчас будем делать все возможное. Вот даже отсюда уже видно шишка у нас. Это сколько у нас время прошло с того раза? Ну, обычно люди ходят пять раз, потом в полгода. А вы один раз всего были. Ну, так получилось. Так, не, присядьте. Сейчас мы тут сидя. Обойдите это и присядьте. Что там? Неизвестное. Позвонок ушел влево очень сильно. Из этого все идет. Вот. То есть, я могу его прямо сейчас выставить. Но, чтобы не создавать лишние стрессы для мозга, мы сейчас все переберем аккуратненько. Потихонечку к этому вопросу и явимся. Хорошо? А вам уже тоже что-то болит сильно? Да, у него поясница. Вы ему шею подозрали, или руки перестали болеть. У него мозг болел. А с поясницы вы подозрали. Это уже один раз был, да? Да. Ну что, ложитесь. Голова, животик, элажки. Сейчас сделаем. Надо чаще являться. Чаще. Мне нужны пациенты, чтобы они являлись чаще, не раз в столетие. Толконом потом лечитесь, они редко являются. Лапки скиньте, пожалуйста. Вот шишка, я думаю, видно, да, на эту самую, на камеру. Вот. И все. Пошли тут сильные спазмы. И все. Конечно, она перегружается. Расслабить. Тут больно? Нет. Щекотно? Самопроизводно. Самопроизводно. Расслабить. Расслабить лапки. Вот так. Завтра у нас выходной, да? Хорошо. Там уже что-то устали сильно. В последнее время просто пациенты очень сложные попадаются. Вот. И много энергии уходит на людей. Поэтому. Ртом глубокий вдох. Так, шеф-повар. Это у нас, это нос, надо ртом дышать. Выдох. Все тихо. Думаем про кораблики. Нормально? Где кораблики, а? В горе. До конца. Вот так. Иду-ка легче. Мы не на пытках. Ну, легче. Дальше. Расслабить. Еще. Все-все. Вы смотрели фильм «Пираты Калибрского моря»? Да. Как вам, понравилось? Да. Видели там покойники? Расслабить лапку. Ну. Это. Как зовут вас? Марина. Марина. Мы что, боимся что ли? Нет. А что, это, напрягаемся тогда? Про покойников вспомнили. Ха-ха-ха. Да, фильм интересный. Лапку, видите, вы держите, надо и расслабить. Да. Боль коротко, чуть потерпеть и все. Не бояться. Вы же помните, как вопрос решается? Да. Поэтому надо стараться больше расслабляться. Вот. Вам фильм понравился «Пираты Калибрского моря»? Три части смотрели? Да. Мне первое больше всего нравится. Проказать «Терные жемчужины», помните? Вот какой фильм хороший. Первые фильмы всегда самые лучшие, а потом они уже по-другому делают. Как вы считаете? Так и есть или нет? Да. Ну вот. Все, все, все. Шейкой можете крутить, когда хотите. Вдох-выдох. Еще. Ваша проблема решается за доли секунды. Это, сейчас я расскажу вам. Вдох-выдох. Но мы лишь думаем про давление, поэтому мы аккуратно сейчас все выгоним попутно. Поставим все позвонки, какие у нас тут раскиданы по морю. Ну и подберемся к шейке. Даже шея до конца не поворачивается. Или поворачивается? Вот так больше. Дальше. 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 Ну-ну-ну. Легче, легче. Без напряжений. Еще. Еще легче. Вы на нашими эфирами смотрите, нет? Эфиры наши смотрите? Да. А где, в каких соцсетях? В одноклассниках. А, в одноклассниках, да. У нас там, сейчас и проходит. Удох-выдох. Еще. Видели, сколько одноклассниках нам в комментарии всяких пишут? Ну, я все равно за комментарии. А, мне нравится комментарии. Я иногда, да, что-то там мне писала тоже. А, мне знаете, нравится, когда вот видео там бывают такие прям много просмотров, пишут, и вот все там пишут благодарности, там все комментарии. И когда женщина пишет, кто у нее был, напишите, помогло или нет. То есть, с той чем-то комментарием она говорит, кто был, напишите. Видели такие моменты? Я видела, она там хамила. Я написала, что вы прям написали, что... Хамила, да? А что написала? Ну, что-то типа шарлатаны там, ну, что-то типа, я не помню, что-то слово было. Типа у вас подставные. А, да, это вообще уникально. Говорит, а знаете, почему я написала подставные? У женщины прошла шея с одного удара, или с двух мы снимали, да, по-моему? А она говорит, подставные. Ну, знаете, если честно, если бы я это... Я бы ее размутила, и тогда люди знают, что у них что-то накал. Понимаете, вы были на приеме, вы знаете. Если бы я лет, наверное, 15 назад увидел такое видео, я бы тоже подумал, что это подстава, потому что так быстро вопросы и редко когда решаются. Поэтому женщину понять тоже это можно. Она уже заблокирована, конечно. Ну, а что она всякий бред пишет? Вот, поэтому нельзя, естественно, всех людей, которые мы снимаем, чтобы они были подставные. Ну, естественно. Нельзя сборную России по дзюдо сделать подставной. Ну и все прочее. Все, поехали. Нормально? Да. Не подставные? Я потихоньку выгоняю, мы идем потихоньку в шейки. Потерпеть хорошо? Ну, а что делать? Запущено. Расслабить. Нормально? Да. Точно? Да. И все, что говорите, будем делать рекламную паузу. Все, 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 все. Вы огненный массаж видели, мы делаем? Да. О, хорошо, надо, чтобы все видели. Расслабить. Будет бить током, пусть бьет, не переживайте. Мягче удара не могу наносить, никак. Готовы? Да. Вдох-выдох. Вдох. Вдох. Хинобона, да? Всем здоровья, в голову, в воды. Ну, тут много сырей пособиралось. Мы сделаем все, не все. Один удар, все, один. Все. Все, умница. Так, руки так льву под голову, как хочется. Почему так устали, непонятно, да, Лайфа Геевна? Энергия, да. Если мы еще выходные отдыхали, то мы везде лазим. Кабаны роем носом землю, понятно? Вы русалок не видели никогда? Вы русалок не видели? Подумаете, уже у доктора крыша поехала, да? Ну, ничего. Русалки, а что? Сзади вы их видели. Вот такое должно быть свободное все. Ну, пока не до корабля, сейчас ремонт в квартире делаю. Да? Ремонт хорошо. А сколько квадрата у вас квартира? 40. Что-то маловато. Ну, в деле, нам надо на стороне, сюда нажмите, где мухло. Да, ну-то да ладно. Своя квадрата. Так, лапки под лобик. Надо бы, а я чуть-чуть потерпеть. Блин, редко вы являетесь прям сильно здесь. Мы сделаем, но будет больно, понимаете, о чем дело? Потому что вот эта вот сторона, она вся вот, как трос, вы чувствуете, да? Вот она. Вот он. Редкий случай, когда не получается вывести пальцами. Поэтому мы будем использовать ударно-волновой метод уже, когда вы будете на кроватке тут. Синя. Нет, синяя. Все, синяя. Знаешь, шишку насколько можно уберем, но останется соли чуть-чуть, потому что они тут сильно много на время собирались. Ну, по-нашему, а стихандрос, да, чтобы было понятно всем. Ну, по-нашему, а стихандрос, да, чтобы было понятно всем. Ну, по-нашему, а стихандрос, да, чтобы было понятно всем. Ну, по-нашему, а стихандрос, да, чтобы было понятно всем. Ну, по-нашему, а стихандрос. 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 тихо там стало конец рабочего дня до так лапки вниз хорошо расслабить хорошо шутчетка очень даже на бок ко мне лицом ложитесь пожалуйста вот даже кричать надо вы так слышите на несколько раз вдох выдох еще а на другой бок легче легче на спинку пожалуйста ложитесь какой-то не будет а я не по суставу я помню по мышцам по связкам смысл по искусству этот настоящий здравствуйте в настоящий а если вы заметили я вам дергал один пальчик заметили как вы думаете для чего это сделал перед тем как дергать лапки каждое движение каждый момент он еще работает с психологией человека если взять просто отпустить связки остеофиты продробить и лапку дернуть у человека это будет большой стресс когда мы дергаем один пальчик тут тут мы даем импульс что человек уже готов что что-то будет вот поэтому это тут все очень связано слышите а сейчас лапку эту дерну вы уже готовы психологически тут важнее не кости поставить а чтобы человек был к этому готов вот чем самый сложный момент и наверно этот заключается основа расслабьте не будем чтобы это не менять его правильно ничего не бояться нормально ну-ну-ну-ну отпустить не бояться думаем про кораблики иди кораблики море так на край направо присаживайтесь сюда руку за голову шею сделаем сегодня все понятно чуть низ будет часами я чуть-чуть готовы нормально крутите шейки по большому кругу потом другую как себя шейка чувствует как я вам говорила как хотите любые наклоны шейкой любые эти вот повороты прошло многие когда выставляется все но там есть еще соль если вы явитесь через полгода через два-три дня это будет хорошо так вставайте на проверку вперед идите к зерке ко мне лицом также хорошо делать баночный массаж у нас по скидке тоже убирает воспаление все вот лапки шире до пола тянитесь это просто необходимо до одной лапки до другой поднимайтесь чуть поближе ко мне стоп руки вы найдете также увидеть черную жемчужину сзади резко сильнее резче и другую еще прям с размахом прям усиленно и другую так десять раз приседанием на я боитесь сейчас вы сможете конечно понимать не приседала ну я рассказываю м 4 позвонок когда мы выставляем при не можем вообще не другой практически вы видите что вы делаете получается поднимайтесь не ждите когда будет тяжело да еще раз три раза подъем еще смысле обрушила что мы не приседали на газетном еще раз поднимайтесь почему проверять теперь самочувствие наклонный поворот ничего не болит все хорошо свободно довольны шея прошла капли купите волосердина будете пить сосудорасширяющие а сердце они у кого болят и вот сосуды она одна и та же система за рулем нельзя надо вечером только а то за рулем будете подстраивать присаживайтесь будете подрезать зачем нам это надо вот вечером пьете за туда расширяется я буду спать по-другому алла сергейна любит до 25 капель нормально вот алла сергейна все знает вы видите она скоро будет принимать а чем уберем людей учим это на время затала сергейна все уже научилась понятно она будет и снимать и принимать поприветствуйте нового специалиста очень перегружена понимаете не нужно снимать не будем потому что я уже все дай бог можно одеваться а